На утром было 7 градусов мороженое, сейчас 1. Игру судят судья в поле Альберт Томас. Матч сегодня судят арбитры из Нидерландов. В поле Альберт Томас, все арбитры национальной категории, судьи на линиях Яков Ван Дернит и Ян Долстра. Команда Бешикта, Стамбул, Турция. Трусы черные, футболки полосатые. Вратарь Джуркович, 2 номер Риза, 3 Кадир, 4 Самет, капитан команды, 5 Ульви, 6 Гекхан, 7 Метин, 8 Паприка, 9 Фейас, 10 Фикрет и 11 Сина. Сегодня он играет под 8 номером в нападении. Состав Киевского Динамо. Вратарь Михаил Михайлов. Второй номер Владимир Горилы, 3 Сергей Болтача, 4 Алексей Михайличенко, 5 капитан команды Анатолий Демьяненко, 6 Олег Морозов, 7 Игорь Биланов, 8 Андрей Баль, 9 Александр Заваров, 10 Вадим Евтушенко и 11 Олег Блохин. В запасе у хозяев поля Сергей Процюк, 12 номер, 13 Сергей Погодин, 14 Вадим Каратаев, 15 Александр Гущин и 16 вратарь Виктор Чанов. Ну а запасных турецкой команды я не говорю, просто они вам не знакомы, но назвать назову, вратарь Зафер, в обороне 13 номер Али. Ну впрочем, нападающие обеих команд находятся под пристальным вниманием, под особым контрольным, и потому многое сегодня зависит от игроков средней линии и крайних защитников. Пока полное преимущество хозяев поля. Вот посмотрите еще раз момент атаки и момент этого удара поворотом Бешикташа. Блохин возглавляет сегодня атаку нашего выдающегося нападающего Олега Блохина. Опасный напарник Игорь Биланов, сегодня у него праздник, он получил золотой мяч и, можно сказать, официально признан лучшим в Европе. Он быстро, смело играет впереди, действует остро, техничен, способен убежать, нанести мощный удар. Так что стремительные атакующие ходы, скорость Биланова, конечно, при поддержке игроков середины поля, могут решить сегодня многое. Питер спокойно и четко следит и действует в поле. Вот подача, Куктар по воротам, вратарь отбивает, Журкович в воротах. Ну, вы знаете, уже знакомый с вратарем Журковичем. Много вы ждали от тройки Метин, Саяс, Сина. Может быть, сегодня она проявит себя. Вот десятый номер, очень техничный футболист. Передача, мяч, выпит за пределы поля. Вон, нарушение было. С заваром не очень вежливо обошлись. И сейчас лучший игрок нашего футбола прошлого года. Вот Биланов подает. Все подачи идут. Вот удар. Иш, далее. Билл гориллый. Этот заслон очень и очень сложный. Бешикташ приближается. Опасный момент. Передача. Удар воротам. Какая возможность была у турецкой команды Бешикташ послать мяч в ворота Михайлова. Посмотрите еще раз. Мяч направо. Пас. Один на один. Михайлов бросается навстречу. Следует удар. Михайлов в падении пытается спасти положение. Мяч идет в пустые ворота. И не попадает. А подправить мяч головой уже нельзя. Момент упущен. В такой жесткой схватке турецкий футболист получил уши. Во всяком случае сейчас нуждается в помощи. 28-я минута первого тайма. Пока 0-0. Пока 0-0. Сегодня специальные призы Харьковского производственного машиностроительного объединения ФЭТ. Фотоаппаратов Михаиличенко. Хорошая передача. Биланов. Биланов сразу пасует штрафную. Но здесь так много игроков. И преодолеть этот заслон просто сложно. Если в обороне команды 7-8 человек, вы сами понимаете, пробиться к воротам почти невозможно. У атакующей команды для маневра пространства почти нет. Нет открытых свободных позиций. Вот опасный момент. Удар. Мяч уходит за пределы поля. Такое было впечатление, что усилиями Морозова мяч идет в ворота. Посмотрите еще раз. Вот навес. Вратарь выходит из ворот. Запоздал. И наш игрок посылает мяч в ворота. Но мимо вратарь. Вот видите, по левому слабому подача. Будет сейчас удар. Удар по ротам. Михайлов на месте. А в общем получилось неплохо. Вот преимущество большое. Передача. Хороший опасный момент. Передача в центр. Удар будет. Все. Отдали мяч. Мяч отдал мяч противнику. Но все равно преимущество динамовцев Киева. Бесспорно. Только нет голов. Заваров. Навес на штрафную. Никого нет. Но мяч ушел от ноги защитника за пределы поля. Угловой. Угловой. Да. Вот второй тайм начался. Да. Меняя направление. Так. И постоянно обостряя ускорение движения. Динамовцы столицы Украины пытаются прорвать этот мощный заслон гостей. Пытаются. Вот удар. Но не поворотом на правую флангу. Вроде позиции такая. Еще удар. Мяч взлетает. Мяч летит мимо воротаря в сетку. Доволен Олег Блохин. 1-0. Это случилось на 50-й минуте встречи. Олег Блохин. Заслуженный мастер спорта. Мяч родился он 5-го ноября 52-го года. Провел в высшей лиге 412 матчей. Забил 207 мячей. Семикратный чемпион Советского Союза. Обладатель Кубка Советского Союза. Четыре раза вместе с командой он совершал круг почета. Выигрывал Кубок Кубка в два раза. Супер Кубок в 1975 году. За сборную Советского Союза выступал 107 раз. И забил 39 мячей. Вот это биография выдающегося нашего футболиста Блохина. Вообще должен сказать, что это редкий случай. Два футболиста, которые получили и получали в свое время золотой мяч лучшего футболиста Европы. Это Олег Блохин и Игорь Биланов. Играют сейчас в одной команде Киевского Динамо. Два действующих футболиста. Два спортсмена, завоевавших этот почетный трофей. Итак, 1-0. Впереди Динамовцы Киева. Группы атаки это Лобановский, Веремеев, Пузыч, руководители киевской команды Динамо. Ну, сегодня, я думаю, они значительно спокойнее, чем там в Измере. Но, тем не менее, готовят команду к трудным играм сезона 87. Восьмой номер. Бальз Михаил Ильиченко. Дарр! Дарр! Мимо цели. К Лохину что-то кто-то помешал, и он недоволен. В перчатках играет холодно. Два градуса мороза. Михаил Ильиченко пошел вперед, вошел в штрафную площадку. Удар воротом. Удар-гол. Вадим Евтушенко с подачи Михаил Ильиченко забивает еще один мяч в ворота турецкого тамбульского Бешикташа. Два ноль. Красивой была комбинация. Отличный проход. И зрители довольны. Вадим Евтушенко, заслуженный мастер спорта, полузащитник, 58-го года рождения, провел в высшей лиге 197 матчей, забил 56 мячей, четырехкратный чемпион Советского Союза, обладатель Кубка СССР и Европейского Кубка Кубков, за сборную Советского Союза выступал 11 раз и забил один мяч. 2-0. 50-е и 70-е минуты матча. 2-0 в пользу киевского динамо. Полностью положением, не надо волноваться Валерию Васильевичу, полностью овладела положением его команда, несмотря на то, что она выступает сегодня, так сказать, не в своем сильнейшем составе. Полностью овладела положением и никаких контратаки, даже Митина положение не исправит. Четко играет оборона, уверенно действуют киевляне в центре поля, в середине поля и опасно играют впереди. Плохим начал атаку, Невтушенко. Невтушенко в первом тайме играл слева, сейчас ушел направо, на свою излюбленную позицию. Мяч у Морозова. Пас в штрафную. И Билл Михайловиченко в ворота не попал. Забить мяч в ворота Михайловым пока ни к чему не привели, не приводит. Опять мяч у советских футболистов пострет. Сейчас уже Михайловиченко выбирает вратаря. И его сбивают. Судья показывает на 11-метровую отметку пенальти. Вот, посмотрите, еще раз момент нарушения. Вратарь проскочил. Михайловиченко быстрее его оказался у мяча. И вратарь нарушил правила. Михайловиченко был сбит. Пенальти бесспорный. 11-метровый. Ну что ж, давайте посмотрим. Это всегда интересно. Журкович вратарь. И против него Игорь Биланов. Но надо же, чтобы Биланов, так сказать, герой сегодняшнего дня, отличился. Надо же, чтобы лучший футболист Европы забил сегодня гол. Журкович, вратарь, 30 лет, рост 175. Биланов бьет удар. Штанга. Да. Понервничал лучший футболист Европы. Ждал. Вернее, волновался, наверное, что ждут от него точно удара. На пенальти он бьет всегда хорошо и умеет это делать. Но на этот раз не получилось. Выходит Виктор Чанов вместо Михаила Михайлова. Надо, чтобы поиграл и другой вратарь. Три с половиной минуты до конца встречи. Три с половиной минуты. В ворота становится Виктор Чанов. В команде «Динамо Киев» замена вратаря. Вместо Михаила Михайлова номер первый в воротах. Чанов занимает место в воротах. Заслуженный мастер спорта. 59-го года рождения. Вот он вступает к игру. Провел в высшей лиге Чанов 168 матчей. Впервые был награжден золотой медалью чемпиона СССР. Признан лучшим вратарем сезона 1986 года. Обладатель Европейского кубка кубков. И за сборную СССР выступал три раза и не пропустил ни одного мяча. Вот биография спортивная вратаря киевского «Динамо». Выположенный фланг отправил в мяч Евтушенко. Евтушенко приближается к штрафной площадке. Заваров, Ланов, подача. Нет, мяч ушел за пределы поля. Добить его в ворота не удалось. Удар пришелся в штангу. Сейчас прозвучит финальный свисток. Матч окончен. 2-0 в пользу «Динамовцев» Киева. На этом мы заканчиваем нашу передачу из Киева. Передача была организована телевидением Советского Союза. Режиссер передачи Тамара Рензяева вел репортаж Николай Озер. Продолжение следует... Продолжение следует...